Подготовку кадров для сферы культуры и искусства обсудили на заседании правительства. Специалистов среднего звена готовят пять учреждений региона. За высшим образованием молодые люди чаще всего едут в консерватории и институты Москвы. Многие там остаются. Стоит признать, что Ивановский регион не самый заманчивый для тонких натур. Местный колледж культуры нашел выход, как не остаться без преподавателей. Колледж заключил договоры о непрерывной подготовке специалистов с Самарским и Орловским институтами культуры высшей школы сценических искусств Константина Райкина. В настоящее время идет подготовка заключения договора с Ивановским государственным университетом по специальности социально-культурная деятельность. Такая практика дала свои результаты. Положительные пять молодых специалистов, окончивших вуз, вернулись работать в колледж. Как заинтересовать начинающих специалистов, каждый муниципалитет решает по-своему. В Иванове, например, молодые кадры получают ежемесячную денежную доплату полторы тысячи рублей. Еще ежегодный бонус от 10 до 20 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, средняя заработная плата в муниципальных учреждениях культуры выросла на 31%. Но у нас вызывает серьезную беспокойность следующая ситуация, что в основном выпускники идут в учреждения, расположенные в городских округах и поселках. Это связано и с тем, что там им предоставляется возможность работать на полную ставку, по сравнению с тем, когда в поселениях, то есть работник учреждения культуры, это на 0,25 и библиотекарь, и директор клуба, что не совсем устраивает молодых специалистов. Обсудили, к какому искусству тянутся современные дарования. Например, в музыке скрипка, виолончель, баян, аккордеон сейчас не в почете. И балалайка, и гармонь на сегодняшний день нашими ребятами очень крайне редко востребованы. И поэтому наша задача, вот сейчас мы активно проводим эту работу и привлекаем ребят, и возрождаем, так сказать, интерес к русской народной культуре. А вот спрос на изобразительное искусство не падает. Полномоченного по правам человека волнует, насколько дополнительное образование доступно. Начальник профильного департамента поясняет, практически все бесплатно, но есть нюансы. Взять хотя бы Ивановскую художественную школу, она одна на областной центр. Бесплатных мест там 650, но желающих рисовать гораздо больше. Поэтому пришлось открыть хозрасчетное отделение на 300 ребят. С 2011 года плата за посещение ребенком учреждения дополнительного образования отменена практически во всех учреждениях, за исключением только одного. Это казенного образовательного учреждения города Шуи, детской школы искусства, где родительская плата взимается в соответствии с постановлением главы администрации городского округа Шуи. На сегодня в регионе в музыкальных и художественных школах учатся чуть менее 8 тысяч ребят от 6 до 17 лет. Это более 7% от общего числа детей данного возраста. Средний показатель по России – 6%. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново Субтитры создавал DimaTorzok